Друзья, мы видим, что в последнее время все больше стран открывают свои границы для туристов. Если ваш заграничный паспорт долго лежал на полке, то сейчас самое время для того, чтобы его обновить. Но если вы и вовсе не помните, когда его получали, то как раз самое время проверить срок его действия, дабы на границе не возникло неприятных моментов. Теперь все, что можно и нельзя, делается через госуслуги. Но даже если вам удалось без проблем зарегистрироваться, то последующие действия могут вызвать трудности. Это видео – пошаговая инструкция для тех, кто хотел бы получить заграничный паспорт. Как можно скорее и без нервотрепки. Но это не точно. После того, как вы залогинились на сайте госуслуг, необходимо выбрать вкладку «Паспорта. Регистрация». Слева у вас будут так называемые популярные услуги, среди которых вы найдете и загранпаспорт гражданина РФ. Далее у вас откроется страница «Получение заграничного паспорта». Кликайте на кнопку «Начать» после основной информации. После сервис предложит вам выбрать один паспорт из двух – старого образца и нового. Старого образца представляет собой паспорт без сканирования отпечатков пальцев. Такой паспорт действует 5 лет, и госпошлина за его изготовление составляет 2000 рублей, через госуслуги – 1400 для взрослого, и 1000 через госуслуги – 700 для ребенка до 14 лет. В паспорте 36 страниц. Фотографию для данного паспорта заявитель делает самостоятельно. Если паспорт оформляется на ребенка, его присутствие для подачи заявления не обязательно. Паспорт нового образца действует не 5, а 10 лет. Страниц там уже 46. Таким образом, больше места для виз. Размер госпошлины составляет 5000 рублей, через госуслуги – 3500 для взрослого и 2500 через госуслуги – 1750. Для ребенка. Одно фото для подачи заявки заявитель делает самостоятельно, но позже еще одно – непосредственно на паспорт, делает сотрудник МВД. Паспорт является биометрическим. Заявитель должен отсканировать отпечатки пальцев. Если паспорт оформляется на ребенка, сам ребенок также должен присутствовать при оформлении. Выбирайте, какой загранпаспорт вы бы хотели получить и кликайте на соответствующую кнопку. Далее вам необходимо указать, для кого будет оформляться паспорт – для вас, для ребенка или для другого человека. Затем сервис спросит, где бы вы хотели получить паспорт. Среди вариантов. Где есть прописка. Самый оптимальный вариант для тех, кто проживает по тому же адресу, по которому и зарегистрирован. Где живу, но нет прописки. Для тех, у кого адрес жительства европейский не совпадает. И вам бы также хотелось забирать готовый паспорт оттуда, где ближе и удобнее. Где временно зарегистрирован. Паспорт будет изготавливаться в том подразделении, обслуживающем адрес, по которому оформлена временная регистрация. После того, как вы выберете, где бы вы хотели получить будущий паспорт, система покажет вам список необходимых документов для заявления. Ознакомившись с ним, вы нажимаете на кнопку «Перейти к заявлению». Ваши данные уже есть в системе, так как вы зарегистрированы в госуслугах, поэтому ваши FIO и данные российского паспорта будут внесены автоматически. Вам необходимо будет только проверить их правильность и подтвердить, что все данные указаны верно соответствующей кнопкой. Далее вам предложат выбрать место рождения, страну, а также город и регион. Обратите внимание на то, что граждане, родившиеся до 6 февраля 1992 года, должны указывать СССР как страну рождения, а не Россию. Далее система попросит вас подтвердить корректность номера телефона и электронной почты, а также адрес жительства и прописки. После этого необходимо будет загрузить на сайт свою фотографию. Имейте в виду, что если фото не будет подходить по требованиям, вам придется подавать заявление заново, поэтому подготовьтесь к процедуре съемки заранее и ответственно. Лицо должно быть открытым, ни волосы, ни аксессуары не должны его закрывать. Выражение лица должно быть естественным. Не должно быть улыбки. Обратите внимание на глаза. Они должны быть отчетливо видны. Если вы носите очки, делайте фотографию так, чтобы на ней не было бликов и чтобы оправа не закрывала глаза. Как и на любых других фотографиях, на документы на фоне не должно быть посторонних предметов, теней. Фото должны быть светлыми и сделаны на светлом фоне. Головные уборы на фото разрешены только в том случае, если к этому обязывает религия. И в этом случае также необходимо убедиться в том, что овал лица четко виден. Шляпы, кепки, платки и другие головные уборы недопустимы. Требования к фотографии ребенка такие же, как и у взрослого. После загрузки фото необходимо его отредактировать. А именно, подогнать так, чтобы голова в кадре находилась в не выше указанной линии. А также, чтобы подбородок находился между двумя обозначенными линиями. Как только вы подгоните фото по требованиям, нажимайте на кнопку «Сохранить и продолжить». Самый энергозатратный пункт – ваша деятельность за последние 10 лет. Здесь вам необходимо вспомнить все и отметить все, что вы делали последние 10 лет. Учились в школе, университете, работали или не работали. Необходимо также вспомнить номера и название учебных заведений и мест работы, а также их адреса и период, в который вы учились или работали там. Конечно, иногда сложно вспомнить наверняка, в какое время и где вы работали или учились. Тут вам может помочь трудовая книжка, но если ее нет, то некритично написать и примерные временные промежутки. Главное, чтобы все 10 лет были так или иначе отмечены, иначе система не даст вам пройти к следующему шагу. Но следующим шагом необходимо указать, меняли ли вы когда-либо свои ФИО. Если да, то указать и этот факт в вашей биографии. Далее отмечаем, есть ли у вас на руках в данный момент уже действующий заграничный паспорт. Но после этого отвечаем на серию компрометирующих вопросов. Типа, являетесь ли вы подозреваемым или обвиняемым. Благо, расширенных ответов здесь не требуется, а просто необходимо ответить «да» или «нет». После ответов система поинтересуется, по какой причине вы оформляете заграничный паспорт. Получаете ли вы его впервые, взамен уже используемого, просроченного или испорченного, или же взамен утерянного. Если вы обновляете свой паспорт, то необходимо указать, что вы это делаете взамен использованного. Ну и, наконец, финальный шаг. Система предложит вам найти на карте тот МФЦ, который находится близко к вашему местоположению. Убирайте свой и нажимайте на кнопку «Отправить заявление» после того, как подразделение будет выбрано. После того, как заявление будет рассмотрено и либо отправлено на доработку, либо принято в обработку, вам будет предложено оплатить госпошлину. Помните, что при оплате на госуслугах у вас будет скидка 30%. После того, как вы произведете оплату, вам на почту придет приглашение в подразделение, куда вам необходимо будет взять все оригиналы документов. Как их именно, можно посмотреть в конце отправки заявления по ссылке. Там вас лично и сфотографируют. Как правило, заявление рассматривается около месяца. Готовятся документы в среднем также месяц. Также на месте сотрудник МВД сверит все данные с оригиналами документов и сообщит о дате, когда вы сможете забрать свой новоиспеченный паспорт и отправиться в долгожданный отпуск. Друзья, этот ролик носит рекомендательный характер и никак не является инструкцией к подачу заявления на новый заграничный паспорт. К тому же, правилам свойственно регулярно меняться, особенно в нынешнее время. Но если это видео было для вас полезным, поблагодарите его лайком и отличных вам поездок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова